На прошлой лекции мы с вами познакомились с эндрифицирующими микроорганизмами, которые являются аэробами и окисляют неорганические соединения для получения энергии. Сейчас немножечко продолжим эту тему, но уже в отношении аэробных микроорганизмов, которые были сравнительно недавно открыты. В 1995 году в голландском городе Дельфте была проведена конференция, посвященная 100-летию назначения Бейлинка первым профессором микробиологии в Дельфском университете. Конференция собрала около 250 слушателей, участников. Я там тоже был. И один из докладчиков, профессор Гис Коэнен, он был в то время профессором Дельфского университета, показал необычные фотографии необычного организма и спросил у аудитории, кто-нибудь подобные микроорганизмы видел вообще когда-нибудь? Аудитория ответила молчанием, никто никогда таких микроорганизмов не видел. Действительно, у них были очень необычные формы. Форму вот были такие, например, такая вот клетка, вдруг такой вот кратерообразный выемка. А еще клетка тоже какая-то с кратерообразными выемками. В общем, таких микроорганизмов никто никогда не видел. Прошло несколько лет и было опубликовано в журнале Science, между прочим, престижном журнале, была опубликована статья об открытии нового процесса и о выделении новых микроорганизмов, которые были названы аномоксбактерией. Анаэробик, аммония, оксидейшн. В течение нескольких лет ученые Дельфского университета, которые занимались удалением азота из сточных вод, заметили, что у них куда-то девается азот. Но не куда-то девается, а он вылетает из связанного состояния, В превращается в газообразный азот. И это было очень необычно. Они поставили эксперимент с меченными соединениями. Н15 взяли аммиак. Да, и, значит, соответственно, вот этот процесс шел только тогда, когда одновременно присутствовал и аммиак, или аммоний, и нитрит. С нитратом такая реакция не шла. И Н14 нитрит. И получилось, что у них выходил на выходе 14-15 н2. То есть газообразный азот. Один атом этого газообразного азота получался из аммиака, а второй из нитрита. И вот этот процесс, он был доселе неизвестен. Но, тем не менее, удалось выделить микроорганизмы и показать, что они проводят вот этот вот процесс, который был назван аномокс. Он также и по-русски точно, также и аббревиации просто делают английский слов. И этот процесс и эти бактерии, я повторяю, были опубликованы в журнале Science. И это очень необычно. Почему? Потому что в Science обычно, так сказать, не публикуют статьи, где нет чистых культур выделены. Как бы они не пытались выделить чистые культуры, у них не получалось. Самые лучшие чистые культуры получались 900 клеток, например, клеток аномокс и одна клетка чужая, какая-то, так сказать, загрязняющая. И, тем не менее, эта статья прошла, потому что новый процесс. Затем такие процессы были обнаружены практически на всех анаэробных очистных сооружениях в разных странах, в Европе, в Азии, в Соединенных Штатах Америки. И, в общем, этот процесс стал изучаться. Почему? Потому что он такой довольно удобный. Одновременно удаляется с помощью этих микроорганизмов и восстановленный азот, и окисленная форма азота. И поэтому процесс довольно такой для очистных сооружений очень полезный. И вот до сих пор все эти представители аномокс-бактерий, они все числятся кандидатус. Почему? Потому что нет чистых культур, не выделено. Среди них есть кандидатус. Ку-е-ны-ни-а, от Гиса Куэнена, штутгарт-иэндис. Штутгарт-иэндис, от слова, от города Штутгарт, где на очистных сооружениях, значит, была найдена эта микроорганизма. Еще один кандидатус, не буду писать слово, броккадия. Брок-к-а-ди-а. Аномоксиданс. Аномоксиданс. Ну, еще один можно привести пример. Скалин-дуа. Скалин-дуа-сороккини. Вот только несколько примеров из порядка десятка, уже, может, даже пятнадцати, более-менее чистых культур вот этих вот аномоксбактерий. Все они относятся к такой специальной, специфической филогенетической ветви, как планктомицеты. Все они бактерии, все они грамм отрицательные, и они являются автотрофами. То есть, они получают энергию за счет окисления аммиака. Акцептором электронов является нитрит. И за счет вот этого процесса получается энергия. Очень необычный процесс. Детали его выяснены и опубликованы. В цитоплазме планктомицетов обнаружены очень большие такие вакуоли, которые были названы аномоксосома. Они могут занимать вообще практически всю, весь объем клетки. Эти образования были названы аномоксосомой. И считают, что вот эти образования, которые окружены белковой оболочкой, это белковая оболочка, которая, так сказать, не позволяет выйти в цитозоль, очень биологически вредному такому веществу, как гидрозин. При окислении аммиака образуется гидрозин N2H4. И это вещество очень биологически очень ядовитое такое. И поэтому, с тем, чтобы не выпустить в цитозоль это вещество, видимо, природа так вот пошла таким путем с образованием аномоксосом. Значит, в аномоксосомах проходит следующий процесс. Сейчас я постараюсь изобразить оболочка аномоксосома. Здесь, значит, у нас цитоплазма. Здесь у нас оболочка аномоксосомы. И вот таким вот образом в аномоксосоме заложена гидрозин гидролаза. Гидрозин гидролаза. Дальше, значит, мы продолжаем вот эту вот оболочку. Здесь у нас будет еще один фермент, который смотрит в цитоплазму. А здесь у нас будет, значит, тело аномоксосомы. М пропустил аномоксосомы. И вот здесь вот нитрит восстанавливающий момент. И еще один фермент, который вот так вот изображает, рисует гидрозин. Окисляющий фермент. Ну, и здесь продолжение, значит, вот этой вот оболочки. Выключайте свои приборы, когда входите в аудиторию. Гидрозин гидрозин, окисляющий фермент. Вот такая вот структура. А что же происходит? На гидрозин гидролаза поступает аммиак. И именно аммиак является субстратом окисления, а не гидроксиламин. И, значит, отсюда поступает аммиак. 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 После восстановления нитрита. Так. И. Для этого нужно пять протонов. Гидроксиламин входит в гидрозин гидролазу. И из гидроксиламин гидролазы и аммиака образуется вот этот вот самый гидрозин. Н2H2H4. Так. Здесь еще появляется маленькая вода. Дальше гидрозин гидрозин вот это вот очень ядовитое вещество. Кстати, гидрозин применяют в ракетном топливе, поэтому когда ракета с не сгоревшим топливом падает куда-нибудь в результате катастрофы, очень большое количество гидрозина попадает в окружающую среду, и это такая природная катастрофа. Гидрозин, окисляющий фермент, окисляет гидрозин, образуется тот же самый азот, уделяют 4 протона и 4 электрона идут на нитрит, восстанавливающий фермент. Вот такую вот схему рисуют ученые, которые занимаются окислением аммиака и восстановлением нитрита в аномоксосомах у аномоксбактерий. Значит, если сравнить параметры окисления аммиака аэробными микроорганизмами, о которых мы говорили на прошлой лекции, нитрифицирующих бактерий, и бактерий, которые окисляют аммиак анаэробно, то можно, значит, вывести, нарисовать следующую таблицу. Здесь у нас будет сначала параметр, который мы будем сравнивать, нитрифицирующие нитрификаторы NH3, NO2, нитрификаторы первой фазы. аномокс, аномокс, соответственно, NH4 плюс N2, N2. И здесь у нас будут единицы. Вы можете расширить немножко, мне немножко доски не хватает здесь. Значит, параметр у нас будет свободная энергия. Свободная энергия, которая выделяется при этом процессе. Минус 275 и минус 357, ну, более-менее близкие параметры, килоджоулей на моль окисляемого субстрата. Выход биомассы крайне незначительный. 0,08, 0,07 моли углерода на моли NH3. Скорость процесса. Скорость мы выражаем в наномолях минуту на миллиграмм белка. наномоли минуту на миллиграмм белка. От 200 до 600, а здесь всего лишь 60. То есть в 10 или в кратное количество, в 5-10 раз меньше скорость анаэробная, чем у аэробного процесса. Скорость роста микроэгономизма. Это скорость процесса. Рост. Скорость роста. 0,04, а здесь 0,203. Час минус 1. Время удвоения. Время удвоения 0,73. Аэробный процесс. 10,6 дней. Представьте себе, что биомасса удваивается раз в 10 дней. Это очень-очень медленно растущие микроорганизмы. И из-за этого большие проблемы с поддержанием, с инженерным таким поддержанием биомассы в реакторе. Теперь, значит, константы Михаэлеса. КС для NH4. От 5 до 2600. От очень низких до очень высоких значений. Здесь всегда 5. Это микромоли. КС для НО2. Здесь это не играет значений. А здесь 25. То же самое микромоли. И КС для кислорода. От 10 до 50. Ну, сравнительно тоже низкие значения. То есть при уже низких концентрациях процессы могут идти, могут быть запущены. А намоксбактерии, если их сфотографировать в цвете, то они, и даже вот если на биомассу посмотреть, а биомассу обычно для того, чтобы объем биомассы был как можно больше, соответственно, заселяет большую поверхность. То есть как это сделать на ерши. Вот такие же ерши, которыми моют бутылки ершики. Вот на такие ерши сажают эту самую биомассу. И все ерши такие красного малинового цвета, потому что анамоксбактерии содержит большое количество цитохрома С. Цитохром С содержит гем, он красный, и, соответственно, значит, вот от этого цитохрома и окрашивается вся биомасса. И вот это вот большая проблема накопить эту биомассу и удержать ее потом в реакторе, поскольку биомасса очень медленно накапливается. Затем она, так сказать, работает, хотя и с небольшой скоростью, но все-таки процесс идет, и все хорошо. Но если, например, что-то случится, например, какой-нибудь резкий подъем или опускание ПАЖ, или попадание кислорода в реактор, реактор может прекратить свое существование, бактерии умрут. И накопить снова эту биомассу – это долгий, очень такой затяжной процесс. Но, тем не менее, эти процессы, вот, сказать, именно уже с усилением роли анамоксбактерий, они уже запущены во многих странах мира на очистных сооружениях. Этот процесс идет по удалению азота из сточных вод. И при строительстве сооружений Олимпиады в Сочи был запущен процесс очистки сточных вод высоко в горах, потому что жило там много рабочих, соответственно, значит, сточные воды в большом объеме появлялись, и нужно было их очистить от, значит, источников азота перед тем, как спускать в речку, там взым-то такая река есть, и, соответственно, туда запрещено было спускать неочищенные сточные воды. И вот этот процесс с применением бактерий анамокс был успешно применен, испытан. Инженеры поставили там соответствующее оборудование, и, в общем-то сказать, он до сих пор работает, потому что те люди, которые приезжают кататься на лыжах, на Красную Поляну, на соответствующие там сооружения, дома отдыха, они также производят какие-то сточные воды, которые надо очистить, то есть процесс работает. Более того, эта организация, которая поставила и испытала там этот процесс, она сейчас активно внедряет эту технологию в других регионах, и даже вот в Сколково они поставили очистные сооружения с процессом анамокс, они выиграли тендер и поставили очистные сооружения в Южную Корею, то есть такая компания продвинутая. И вот за этот успех, в основном за этот успех, компания и ученые, которые разрабатывали этот процесс, а среди них была профессора, она у нас зачислена на нашу кафедру, на четверть ставки, Нажевникова Алла Николаевна, работает она с заведующей лабораторией в Институте микробиологии. Они были удостоены государственной премии 2015 года. То есть это высокая такая правительственная награда. Не так часто микробиологи удостаиваются таких высоких наград. Так, значит, это вот то, что мы сейчас заканчиваем один сюжет, один, значит, блок наших лекций. Это все касается окисления аммонийных соединений, восстановленных аммонийных соединений. И переходим мы к следующей группе микроорганизмов, которые также используют неорганические источники для получения энергии, неорганические вещества. И это теобациллы или серные бактерии. Это аэробные организмы. Среди них выделяют так называемые истинные серные бактерии. В основном это теобациллы, ацидотиобациллы. Это те микроорганизмы, которые окисляют восстановленные соединения серы. А это сероводород прежде всего, это атомарная сера, это тиосульфат и другие соединения серы. И есть еще одна группа организмов, которые называются морфологически своеобразные серные бактерии, которые тоже окисляют сероводород. Но они окисляют сероводород как бы в две стадии. Первая стадия – это окисление сероводорода и откладывание гранул серы внутри клетки. С этими организмами начал в свое время работать Сергей Николаевич Виноградский, когда он был на стажировке в Страсбурге. И там он начал работать с представителем рода Бигиато. Это нитчатая бактерия, которая растет на поверхности неглубоких каналов в Страсбурге. И вот на поверхности осадков этих каналов они образуют такой налет беловатый-сероватый, откуда можно взять материал для исследований. И Виноградский начал рассматривать метаболизм этой бактерии практически под микроскопом, сделал открытие. Но, как сказал в свое время Пастер про другие открытия, что открытие приходит в подготовленный ум. То есть открытие не могут сделать люди, которые не понимают вообще, с чем они работают, и что они должны открыть. То есть должна быть определенная степень подготовки, прежде чем вы сделаете какое-то открытие. И такая подготовка, я вам говорил уже про Виноградского, у него была, он заканчивал кафедру физиологии растений, он знал про автотрофный метаболизм и растений, соответственно, и знал, что растения фиксируют СО2. И он нашел такой же процесс у вот этих вот бигиато серных бактерий, которые окисляли сероводород. Он проследил процесс окисления сероводорода. Он использовал специальные такие капилляры, плоско-параллельные капилляры, которые я сам готовил. Поскольку стеклянные круглые капилляры, они преломляют очень хорошо свет, и очень трудно настроить микроскоп. С ними работает. А вот плоские капилляры, которые были затем разработаны и дальше перфильем, таким микробиологом российским, который занимался почвенной микробиологией, они как раз были очень удобные для рассмотрения. Почему? Потому что стекло не пропускает кислород, и внутри этих стеклянных капилляров можно устанавливать анаэробные условия. И можно, соответственно, там нет никакого неиспарения, ничего, и можно проследить процесс количественно, что и сделал Виноградский. Он с одной стороны капилляра запускал среду с сероводородом и смотрел за образованием глобул серы у сероокисляющих микроорганизмов из рода Бегиатова. При этом клетки фиксировали СО2. То есть он сделал открытие, я об этом уже говорил, нового, как французские коллеги назвали, нового модуса вивенди, нового образа жизни, что микроорганизмы способны использовать неорганические вещества для получения энергии. Это было открытие. Он также проследил процесс, когда он прерывал поступление сероводорода, он проследил процесс окисления серы до ионосерной кислоты. И, соответственно, процесс на этом заканчивался. Это был аэробный процесс, как первая стадия, так и вторая стадия, значит, были аэробными. И он вывел, собственно говоря, формулу хемолитоавтотрофии, как мы сейчас называем этот процесс, значит, вывел формулу окисления неорганических соединений, получения при этом метаболитической энергии и фиксации за счет этой энергии СО2. Он количественно определил параметры процесса, значит, вывел, собственно говоря, формулу, по которой клетки фиксируют СО2 и подсчитал, значит, сколько нужно окислить сероводорода с тем, чтобы зафиксировать определенное количество СО2. То есть это вот процесс, который начал виноградский. Однако Бегиатоа очень трудно выделялась в чистые культуры, и поэтому виноградский очень быстро превращался на работу уже с нейтрифицирующими микроорганизмами, о которых я рассказывал на прошлой лекции. Так, давайте сделаем перерыв 5 минут и продолжим нашу лекцию через 5 минут. Это вот был первый опыт работы с сероокисляющими микроорганизмами, которые провел виноградский. И затем начали выделять уже микроорганизмы, которые окисляют сероводород сразу до серной кислоты. В 1902 году на Тансон, 1902 год на Тансон, выделил микроорганизм в чистой культуре сульфидокисляющих микроорганизмов и извод Неаполитанского залива. А в 1904 году Беринг выделил другой вид этой культуры и этого рода и дал название обоим видам. Выделены были Тиобацилус, Тиопарус и Тиобацилус денитрификанс. Эти виды признаны до сих пор, существуют в коллекциях. И с этого, собственно говоря, началась такая уже интенсивная работа по изучению метаболизма восстановленных серных соединений на чистых культурах, поскольку Бегиатоа в силу трудности выделения их в чистые культуры в общем, очень долго была таким загадочным в смысле выделения в чистые культуры видом. И только в 1995 году была выделена чистая культура Бегиатоа, которая развивалась на дне океанов в местах рядом с черными курильщиками, где, собственно говоря, жизнь существует и развивается на основе окисления соединений серы. Но об этом чуть позже. Значит, те обоциллы раньше разделяли, так сказать, по их отношению к ПАЖ, и, значит, были те обоциллы, которые предпочитали нейтральные значения ПАЖ, слабокислые и сильно кислые. Но сейчас вот те обоциллы, которые были ранее, росли, их изучали в сильно кислых условиях при ПАЖ ниже трех до полутора даже, их выделили в отдельный род, который назвали оцидитиобоциллы. Оцидитиобоциллус. А вот этот род, он остается признанным, то есть, есть представители теобоцилл, те, которые вот здесь на доске нарисованы, теопарус и денитрификанс. Микроорганизмы, которые откладывают серу внутри клетки, и они классифицируются в около десяти родов сейчас, и эти виды, их можно просто перечислить, так сказать, относятся к родам бегеато, теотрикс, теоплока, теосперлопсис, ахроматиум, теобактериум и так далее. В книге они все перечислены, поэтому я сейчас не буду останавливаться на этом. Все они похожи друг на друга. Чем? Они все громотрицательные, они все аэрубы, они все бесцветные, в отличие от фототруфных микроорганизмов, которые тоже метаболизируют восстановленные соединения серы, и они все растут в присутствии сероводорода и откладывают серу внутри клетки. И это обычно большие по размеру клетки, некоторые из них нитчатые, некоторые одноклеточные, и все они относятся к микроаэрофилам. Что это значит? Это значит, что они аэробы, но они не выдерживают, не переносят высоких концентраций кислорода. Они не любят место обитания с высоким содержанием кислорода. Они предпочитают места обитания так называемые градиентные. А это значит, что эти места обитания на границе перехода от аэробных места обитания к аэробным. Это, например, поверхности осадков различных морских, речных, озерных, каналы, если есть там какие-нибудь. вот там как раз вот это вот градиентные место обитания складываются, потому что из анаэробной части этих осадков, там, где происходит разложение отмершего органического материала, поступает сероводород. Он доходит, как газ, он доходит до поверхности этого осадка. и вот здесь вот в очень небольшой, иногда даже доли сантиметра, например, 3-2-3, иногда полмиллиметра слой, в котором размещаются вот эти вот самые морфологически своеобразные серные бактерии. Они получают кислород, который диффундируют сверху из аэробной зоны, но он тоже диффундирует медленно в аэробную зону, поглощается факультативными аэробами довольно быстро, и, в общем, там концентрация кислорода снижена. Зато из толщи осадка постоянно поступает сероводород. Вот это для них идеальные условия для роста, и именно в таких условиях нужно и искать, если кто-то захочет выделить чистые культуры, именно в таких условиях роста их, таких мест обитания их искать. Некоторые из них, по крайней мере, большая часть обладают скользящим движением. Скользящее движение помогает этим микроорганизмам находить оптимальные по содержанию кислорода и по содержанию сероводорода места обитания и там расселяться. Некоторые передвигаются с помощью жгутиков, а некоторые вообще неподвижны, по крайней мере 20%. 40% образуют нити, 30% образуют, 20% образуют чехлы. И эти микроорганизмы растут вот в таких градиентных местах обитания чистых культур выделено немного. Немного чистых культур выделено из этих 10 родов. Только в 4 родах есть чистые культуры и на этих чистых культурах показано, что метаболизм их может быть как автотрофный. Есть чистые автотрофы, только на чистых культурах это можно доказать. Есть гетеротрофные микроорганизмы, которые используют органические вещества для своего углеродного обмена. Есть так называемые миксотрофы, которые одновременно используют и СО2, и органические вещества. род тиобациллус и ацидий тиобациллус вот эти вот два рода, которые окисляют сероводород непосредственно до иона серной кислоты распространены повсеместно. И как считают исследователи, именно эти микроорганизмы, которые являются граммоотрицательными, аэробными, подвижными за счет жгутиков, наличия жгутиков, они являются таким бактериальным фильтром, как их называют, они препятствуют проникновению большей части сероводорода в аэробную зону и в атмосферу земли. То есть, они осуществляют свою такую фильтрующую по водороду деятельность в почве, где тоже сероводород образуется, в океанах, там, где на поверхности осадков образуется сероводород, они там селятся, и в принципе в любых озерах, в любых реках тиобациллы существуют и осуществляют вот эту деятельность по поглощению сероводорода. Ациди тиобациллы они селятся в условиях, где преобладают низкие значения паш. Это, например, так называемые сальфатары, это выделение сероводорода с приуроченной кулканической деятельности на поверхности суши, это какие-то высачивания сероводорода из подводных мест обитаний, там, где есть черные курильщики, там обычно сероводород выделяется, и это место обитания горячих серных источников с выделением сероводорода из подземли и окисление его кислородом воздуха, прежде всего, потому что этот процесс химический, и он тоже идет, но вот как было показано в опытах с вот этими микроорганизмами, которые называются морфологически своеобразными серными бактериями, они окисляют сероводород со скоростью на три порядка быстрее, чем идет спонтанное окисление сероводорода на воздухе, а там, где он все-таки окисляется, он окисляется до серы, до элементарной серы. И вот знаменитое место на земле Йеллоустонский национальный парк, там, значит, почему он и получил свое название по Йеллоустон, да, желтые камни, на поверхности горячих источников, то есть по бокам на берегах горячих источников отложено серо, серо-желтого цвета, вот, так сказать, оттуда и название, там постоянно, значит, сероводород поступает из-под земли вместе с гейзерами, с водой, иногда это водные такие гейзеры, иногда просто воздушные выбросы, это, вообще говоря, место залегания, это кратер огромнейшего вулкана, и он не потушен, он не заглушен никак, а он продолжает быть активным, и, в общем, сказать, геологи США опасаются, что, если произойдет его извержение, этого вулкана Йеллоу-Стоун, то это будет мировая катастрофа, погибнет половина Соединенных Штатов, еще и другим странам нанесет ущерб. И вот в таких местах происходит окисление серы до серной кислоты, и сероводорода тоже, в конце концов, до серной кислоты. И по аж таких озер, которые образуются в этих местах обитания, довольно низкий, он может доходить до двух, даже до полутора, и вот это место излюбленное место для выделения ациди тиобацил, который окисляет восстановленные соединения серы. Причем было установлено, что если температура таких мест обитаний ниже 50 градусов, то в микробиоте таких мест преобладает бактерии. А при температуре выше 50 градусов уже бактерии не обнаруживаются, обнаруживаются только археи. Археи, они более устойчивы и к высоким температурам, и к низкому пуаш среды, и поэтому они только и выживают в таких необычных условиях. И среди бактерий правда тоже есть микроорганизмы, которые при более-менее высоких температурах растут. Это микроорганизмы, относящиеся к роду сульфобациллус. Сульфобациллус. И здесь есть несколько видов. Это, например, термосульфида оксиданс. сульфобациллы, относящиеся к виду ацидофиллус. Сульфобацилл сибирикус. И так далее. И вот эти вот сульфобациллы, они могут расти до температуры максимум 55 градусов. Эти микроорганизмы, но это только некоторые виды. Остальные растут при 50, при 45, при 37. Эти виды этого рода, сульфобацилл, они приурочены к местам, где проводят выщелачивание металлов из бедных таких металлонесущих руд. Это относится к так называемой гидрометаллургии, и об этом чуть позже мы будем в наших лекциях говорить. Вот оттуда выделяют вот эти вот самые сульфобактерии рода сульфобацилл. А из места обитания с температурами выше данных значений могут доходить такие температуры до 70, 80, иногда даже до 100 градусов. Это уже относится к археям. археям. Это роды сульфобацилл. Сульфобацилл. Подождите, что-то это не то. Извините. Заговорился. Сульфалобус. и ацидианус. И ацидианус. Сульфобацилл. Лобус и ацидианус. Это собственно два самых распространенных вида сероокисляющих архей, которые растут при высоких температурах 70-80 градусов и окисляют восстановленные соединения серы до иона серной кислоты. Соответственно, они снижают паш своего микроокружения и они толерантны, то есть они выдерживают высокие, очень низкие значения паш, высокие концентрации протонов в среде. микроорганизмы, которые окисляют восстановленные соединения серы, такие как киобациллус, например, мизофильные, громотрицательные, аэробные, их находят практически в любом месте обитания, потому что в любом месте обитания может образоваться какое-то количество сероводорода после разложения белка. Белок разлагается до аминокислот, из серосодержащих аминокислот появляется сероводород. Сероводород дефундирует поверхность, ну и везде он может встретить эти самые тиобациллы. то есть тиобациллы везде, в любом месте обитания аэробном могут найти свой субстрат для окисления, и поэтому их выделяют из любых мест на земле аэробных, из почвы. И есть даже такой прием, как снижение АПАЖ высокощелочных почв. вносят серу, элементарную серу на поля, так называемый серный цвет, и вот этот агротехнический прием позволяет довольно быстро снизить ПАЖ защелоченных почв и помочь растениям развиваться. Спонтанный процесс никаких микроорганизмов при этом не вносит, те бациллы находят свой субстрат серу элементарную и начинают окислять с образованием серной кислоты, которая снижает ПАЖ почву. Их находят в соленых болотах на так называемом хемоклине стратифицированных озер, там, где например есть анаэробная зона, которая содержит сероводород и аэробная зона над ними. Между ними слой называется хемоклином. Вот там как раз развивается сероокисляющий микроорганизм, который не позволяет сероводороду проникать в аэробную зону. такое случается в стратифицированных озерах и некоторых морях. Например, Черное море. Черное море раньше, значит, эту зону, анаэробную зону Черного моря фиксировали на уровне 200 метров, теперь эта зона уже с сероводородным слоем поднимается до 70 метров даже. То есть, в Черном море происходит массовое образование сероводорода и сероводород, вот это слои со дна до 70-100 метров или 70 метров до поверхности уже населяет сероводород. И вот на границе сероводородного слоя и аэробной зоны Черного моря происходит как раз массовое окисление сероводорода и других восстановленных соединений серы этими самыми бесцветными серобактериями. Еще один процесс, который идет тоже в Черном море или в стратифицированном озере, это процесс анаэробного окисления серы, так называемым аноксигенными фототрофными микроорганизмами. Они используют сероводород или восстановленные соединения серы, такие как тилусульфат, в качестве доноров электронов при фотосинтезе. Фотосинтез аноксигенный, то есть анаэробный, без выделения кислорода, но он зато использует восстановленные соединения серы в анаэробных условиях. То есть восстановленные соединения серы, такие как сероводород, могут окисляться как в аэробных условиях, так и в анаэробных условиях, просто разными микроорганизмами. Но более полно мы и детально будем знакомиться с аноксигенными фототрофами в последующих наших лекциях. Значит, микроорганизмы, которые окисляют восстановленные соединения серы, они практически присутствуют во всех местах обитания, как в мезофильных условиях их можно найти, так и в термофильных и даже в высокосоленых местах обитания и в местах обитания, где высокая температура. Просто разные группы этих микроорганизмов отвечают за окисление восстановленных соединений серы. А вообще говоря, окисление восстановленных соединений серы происходит повсеместно в любых местах обитания. Ну, этим мы обязаны микроорганизмам, что мы не чувствуем запаха сероводорода. Как только мы почувствуем, сразу видно, что где-то чего-то такое случилось на очистных сооружениях, что сероводород прорвался в воздух. А вообще-то говоря, просто так из почвы сероводород в атмосферу не выделяется, и за это ответственны микроорганизмы. Это вот так называемый бактериальный газовый фильтр. микроорганизмы, которые относятся вот к этим самым морфологически своеобразным микроорганизмам, серым микроорганизмам, они также распространены повсеместно, правда, они проявляют проявляют некоторую фобию такую к кислороду и к свету. И поэтому вот, сказать, они выбирают для себя такие места обитания, где они могут развиваться в темноте и в присутствии невысоких концентраций кислорода, в отличие от те бацилл, которые прекрасно выдерживают высокие концентрации кислорода и развиваются практически везде. Для Бегиатова показано, что наилучшая концентрация кислорода от 0,6 до 6%, если принимать за 20% содержание кислорода в нашем воздухе. И вокруг черных курильщиков открыт новый тип сообществ, из которых выделены как раз вот эти чистые культуры морских организмов относящиеся к роду Бегиатоа. Почти чистая культура этих самых нитчатых бактерий образует представьте себе такие колонии на дне океана от 28 до 32 метров шириной то есть в диаметре нет ширина ширина это значит радиус и до 60 сантиметров толщиной почти чистая культура Бегиатоа которая растет за счет окисления сероводорода на дне океанов и вокруг таких местообитаний складываются своеобразные такие ниши экологические в которых развивается уже более такие развитые да в экологическом то есть в филогенетическом плане организма как креветки глубоководные и некоторые виды рыб которые питаются за счет вот этого биомасса этих самых микроорганизмов то есть какой-то вид симбиоза уже даже складывается на таких больших глубинах куда не проникает солнечный свет почему это интересно потому что там вся собственно говоря первичная биомасса образуется не за счет фотосинтеза как на поверхности земли и на небольших глубинах куда проникает солнечный свет а кто знает кстати на какую глубину проникает солнечный свет в океан кто может дать ответ на такой вопрос похоже на на олимпиаду да сколько сколько да не стесняйтесь господи не на оценку ответ и это не олимпиада сколько примерно метров а сколько сколько 200 200 ну примерно 300 значит в совсем чистую воду солнечный свет проникает на 300 метров вот 300 метров это глубина фатической зоны океана а дальше а дальше что фотосинтез просто не работает и соответственно первичная продукция этих мест обитаний того же самого океана она основывается уже на других процессах теперь перейдем к собственно говоря биохимии процессов окисления тиосульфата у ациди тио бацил ацидо ацидо бациллис типидианус здесь выстраивают такую значит вот схему это у нас будет цитоплазматическая мембрана с этой стороны у нас будет переплазматическое пространство а с этой стороны у нас будет соответственно цитозоль цитозоль клетки значит начинается все окисление тиосульфата две молекулы С2О3 2- попадают на фермент который расположается в переплазматическом пространстве тиосульфат цитохром С оксида редуктаза оксида редуктаза сюда значит два электрона с этой и перенос двух электронов осуществляется на цитохром С который в данном случае занимает трансмембранное положение цитохром 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 а вот из этого процесса образуется тетратианат который с помощью транспортного процесса переносится в цитозоль и здесь появляется то же самое вещество про который чуть дальше впрочем можно и сейчас сразу значит тетратианат окисляется и переносит электроны тоже трансмембранно залагает комплекс цитохрома В и убихинона и при окислении тетратианата образуется 6 электронов сюда а здесь у нас появляется 4 сульфита 2 минус 4 атома и дальше этот сульфит окисляется до сульфата при этом возникает еще 8 электронов которые так же поступают на цитохром Б убихиноновый комплекс итого 14 электронов поступают с убихинона цитохрома Б на цитохром С и дальше вступает в игру цитохром оксидаза которая получает соответственно 14 электронов и еще 2 электрона отсюда так теперь значит здесь 16 электронов всего цитохром оксидаза поступает на 4 кислорода плюс 16 протонов и все это превращается в 8 молекул воды а вот это вещество сульфат йон он транспортируется в переплазматическое пространство и вне клетки вот такой вот вот такой вот процесс рисуют рисуют ну и здесь еще конечно есть внешняя мембрана вот такой вот процесс рисуют рисуют для грамм отрицательных микроорганизмов которые относятся к роду ациди тиобацилус и в частности для вида кипидиарус значит в этом процессе окисляются ионы тиосульфата до ионов сульфата и при этом происходит перенос электронов вот так как показано на этом на этой схеме на цитохром оксидазу ацидохром оксидаза уже на внутренней стороне цитоплазматической мембраны переносит электроны на кислород и при этом поглощается 16 протонов образуется 8 молекул воды значит этот процесс он для для этого микроорганизма установлен для других видов в общем сказать нет таких пока сведений теперь значит это анаэробные процессы но поскольку здесь идет речь об превращениях серных соединений то уместно эти сведения привести здесь в 1987 году два немецких ученых Бак и Цепенка показали что в анаэробных условиях тиосульфат может диспропорционироваться на сульфат и сульфиды С2О3 превращается в СО3 сначала два минус плюс сероэлементарное затем СО3 два минус вода превращается в окисляется до СО4 два минус образуется два протона плюс два электрона в этой реакции и далее за счет этих двух протонов и плюс двух электронов образуется сероводород общий суммарный реакция будет такая С2О3 плюс вода получается СО4 2 минус плюс H2S за счет диспропорционирования один атом серы окисляется за счет этого клетка получает энергию и восстановительные эквиваленты и за счет этой энергии электрона и протона идет восстановление другого атома серы до сероводорода так называемое диспропорционирование диспропорционирование теосульфата и в том же 87 году те же немецкие ученые Бак плюс Финнинг нашли следующий процесс уже диспропорционирование сульфита три молекулы СО3 два минус плюс три воды окисление идет до ионосерной кислоты и образуется шесть протонов плюс шесть электронов еще одна молекула СО3 за счет этих шесть шести протонов и шести электронов восстанавливается до С2 минус сульфид и три воды в общем виде суммарно реакция выглядит следующим образом четыре молекулы СО3 два минус превращается в три молекулы СО4 два минус и плюс молекулу сульфи да три молекулы сульфита окисляются полностью до иона серной кислоты за счет этого получается энергия для восстановления четвертой молекулы сульфита или атома серы в этом самом сульфите до сероводорода диспропорционирование диспропорционирование сульфита немецкие ученые значит в 87 году обнаружили эти эти реакции то есть эти реакции могут вести и анаэробные микроорганизмы то есть анаэробные микроорганизмы тоже могут за счет вот таких реакций диспропорционирования окислять и восстанавливать восстановленные соединения серы окислять и восстанавливать соединения серы так будет правильно сказать так вопросы есть если вопросов нет то лекция окончена спасибо за внимание